Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня на моем канале первый раз видео о покупках одежды с Алиэкспресс, Шейнсайд и еще с некоторых магазинов интернет-магазинов и обычных магазинов, которые находятся просто в торговых центрах. Потому, если вам интересно видео такого плана, то продолжайте смотреть. И первое, что хочу вам показать, это свитшот, который сейчас на мне. Сейчас я вам покажу картинку поближе. И это вот такой вот серо-бело-розовый свитшот, на котором написано Different. Мне безумно нравится и по качеству он тоже очень хороший. Я его стирала уже много раз и никаких катышек нету. И еще один очень приятный плюс, что он очень мягенький внутри. Безумно классный, мне очень сильно нравится. И действительно, качество за ту цену, которую предлагает нам Алиэкспресс, за него, ну реально смешное. Потому, что я видела этот свитшот у нас в нескольких магазинах, торговых центрах. И там его продавали втридорого. Понятное дело, что качество такое же самое, одинаковый один в один свитшот. Но, естественно же, наценка. Я же заказала его с Алиэкспресс напрямую. И очень клевый. Мне безумно нравится, что здесь очень мягкая подкладка. И я его стирала уже, наверное, раз 10. Я его очень давно уже купила, просто никак не могла снять это видео. Действительно, очень качественный и приятный материал, который, в принципе, не садится при стирке. Цвет не выстирывается. И мне очень нравится, безумно классный. Ставлю плюс и очень сильно советую вам, если кому понравится. И следующее, что хочу вам показать, это вот такие вот штанишки, которые тоже стали просто моим любимцем. И я не могу их с себя снять. Уже просто, не знаю, с того момента, как купила, только в них и хожу. Они реально безумно классные. Безумно мне нравятся... Они вот идут, обычная такая зауженная штанинка черная. Сейчас покажу вам их поближе. У меня размер М. Здесь идет завышенная талия, но не настолько высокая, как мне хочется. Сзади есть карманчики. И вот так вот они облегают. В принципе, размер М мне точно по косточку. Видите, до пупка мне не достает. Мне хотелось бы найти штанишки, которые были бы еще выше талии. Но облегают очень классно. И вот длина мне ровно по косточку. То есть, если бы взяла С, наверное, были бы короткие. Единственное, наверное, в них минус, который я заметила, это то, что при первой стирке они достаточно сильно, вот как, знаете, бывает черный цвет, он начинает становиться таким застиранным, таким затертым. Теперь, когда я одеваю какую-то чисто черную кофту и одеваю эти джинсы, то достаточно сильно заметен переход. Это, наверное, единственный их минус. В остальном они отлично стираются, не растягиваются. Действительно, потому что часто в таких джинсах очень сильно вытягиваются коленки и растягиваются вот здесь, вот если это стрейчевые особенно джинсы. В этих еще такой проблемы нет. Так, джинсы очень классные, очень удобные и безумно их люблю. И следующее, что хочу вам показать, это вот такая вот накидка из китайского такого шифона. Она синтетическая, при носке очень сильно электризуется. Мне нравится ее расцветка, нравится фасон, но качество полный отстой и действительно, ну, не продумали очень много мелочей в этой накидке, потому ставлю ей минус. Сейчас расскажу почему. Она имеет вот такие вот обычные прямые рукавчики до локтя и край этой накидки постоянно отворачивается, то, что является минусом. Покажу сейчас вам поближе, вы поймете почему. Она очень красивого фасона сделана и я люблю, в принципе, такие вещи. Спереди немножко длиннее, сзади короче, очень красивый цвет, но она безумно сильно электризуется и без какого-то антистатика просто невозможно ее носить. Вот поближе вы можете увидеть, что вот эти края постоянно отворачиваются и как бы я их не проглаживала, имеет такой фасон, что постоянно отворачивается. И производитель не продумал, потому что на отвороте нет подкладки, которая бы скрывала шов. Внутренняя часть, соответственно, вообще никак не смотрится, она смотрится блекло, потому что это не двухсторонний материал. Потому что этой блузе я ставлю минус, даже с ее ценой, ну, ее очень тяжело носить и это будет некрасиво, потому что, ну, это не эстетично смотрится, а перешивать в ателье, так я думаю, наверное, будет стоить дороже перешить ее, чем стоит сама накидка. Следующее платье, я думаю, все прекрасно знают, потому что в этом году и в прошлом оно стало каким-то бестселлером. Его продавали и на Алиэкспресс, и на Шинсайт, и на Ромви, и на всех сайтах, которых только можно. Это был первый мой заказ с Шинсайт, и я осталась безумно довольна этим платьем. Это вот такое вот серое платье без ворота, с разрезом сзади, я думаю, многие из вас уже знают о нем. Сейчас вам покажу поближе и расскажу. Платье идет по фигуре, из такой резинчатой ткани, рукавчик такой длины, как и нужно, то, что в китайце и чем часто очень грешат, то, что везде коротко. И сзади разрез как раз идеально мне подошел, потому что если бы еще чуть-чуть сантиметров несколько выше, то не смогла бы уже его носить. Платье ставлю пятерку с плюсом, безумно нравится. И, ну, действительно, платье стоит своих денег. Очень хороший материал, я уже неоднократно его стирала, оно не растягивается, не выстируется, как-то не скатываются, не появляются какие-то катышки. Мне нравится безумно такой материал, потому что он стрейчевый и как-то он даже немножко утягивает и классно смотрится реально на фигуре. Это платье я 100% могу всем советовать и я безумно им довольна. Следующее, что я вам покажу, это то платье, из-за которого вообще начались мои поиски на китайских сайтах и почему я сделала заказ на Sheinside первый раз. Потому что его я нигде не могла найти, кроме, действительно, Sheinside и там была самая оптимальная цена на него. Это платье я увидела у Estunian. Я думаю, многие из вас, кто ее смотрит, во влогах у нее Антон Плюсанна, я увидела, как она ходит в шикарном, просто тоже серого цвета, таком резинчатом платье. Идеально по фигуре, под горло, все шикарно, просто до колена длина. Я просто влюбилась. И когда она выставила видео про покупки одежды, там этого платья не было. Я не могла действительно найти, на каком сайте она заказала. И только после того, как я сделала заказ, она выставила непосредственно новое видео о покупках и выставила тот сайт, где она его покупала. И тут я поняла, что купила я не на том сайте, но все-таки надеялась, что придет ко мне что-то нормальное. Потому что она заказывала на Asus и я, соответственно, заказала на Sheinside. То, что ко мне пришло, меня очень сильно расстроило, если честно, потому что абсолютно оно не соответствует фотографии, ну, никак, если честно. Соответствует только цветам и, ну, даже фасоном тяжело назвать, что оно похоже. Оно идет вот так вот, то есть, как вы можете заметить, оно практически прямое. Ни о какой приталенности здесь речи не может идти. Здесь вот такой вот широченный ворот, хотя на фото, действительно, на Sheinside на фото, вот я сейчас вам здесь вставлю фото, вы можете увидеть, что там полностью по горлу идет горловина и она немножко скомканная такая и смотрится это очень мило и красиво. Ну и давайте посмотрим, как же оно смотрится на мне. Вот так вот это платье смотрится на мне. Как видите, я его ношу с поясом, здесь длинный рукав, но вот это тот случай, как раз, который коротковат, и не три четверти, и не длинный рукав, то есть, вот такие вот минусы являются в нем. С поясом единственное, я приноровилась его носить, как вы видите, это абсолютно другое платье, чем на фото. Я заказывала размер М и я думаю, что если бы я заказала размер С, да, оно, возможно, бы мне село по фигуре, но было бы в два раза короче. Соответственно, ну, смотрелось бы оно не так, как абсолютно на фотографии, оно смотрелось бы более откровенно, а мне хотелось именно такого длинного, красивого, просто облегающего под горловину полностью такое платье Гольф серого цвета. И, ну, я действительно разочаровалась в этом платье, потому что его как-то приноровилась я, конечно, носить с поясом, но разочарование мое пошло от того, что я все-таки хотела не этот фасон и не это платье, потому ставлю ему минус, лишь за то, что это не то, что я хотела. Так, платье, в принципе, нормального качества, но как-то очень странно с размерами. Размер М на меня великоват в талии, большой в талии, но короткий на рукавах. Размер С я не знаю, какой бы был, потому очень тщательно выбирать. И еще одно платье, которое я вам покажу, я покупала его специально на Новый год, мне хотелось красного, так как в этот Новый год нужно было быть в красном в чем-то. Я решила заказать какое-то не сильно броское, потому что красный и так броский цвет, мне хотелось чувствовать себя все-таки комфортно. Я заказала вот такое вот платьице, оно идет с двумя как бы такими юбками, сейчас вы поближе увидите, и с вот таким вот золотым пояском. Безумно красиво смотрелось это все, сейчас покажу вам поближе. Как вы можете видеть, платье идеально село по фигуре, и вот эта двойная юбка просто невероятно красиво смотрится. Сбоку, получается, она собрана в такую гармошечку, и с другой стороны она вот так вот может отворачиваться, но она никогда у меня не задиралась, и очень комфортно мне с ней было, очень насыщенный красный цвет, комфортно ощущается, отличная длина, просто шикарное платье. Я действительно очень довольна качеством этого платья, потому что за ту цену, за которую, ну, продавал продавец, продавала девчонка его ВКонтакте, то есть я не могла его найти больше ни на каких страницах, потому оставлю я страничку внизу. У него довольно такая тепленькая ткань, не сказать, что она сильно легкая, я не особо разбираюсь, если честно, в составах тканей, потому врать вам не буду. Поясок, в принципе, тоже довольно хорошего качества, потому что бывают такие пояски, которые согнешь, он сразу треснет, и все, можно будет выкинуть. В этом же случае все отлично, действительно за ту цену, которую предлагает нам продавец ВКонтакте, мне очень нравится. И я оставлю вам обязательно все ссылочки внизу. И последнее, что я хочу вам показать, это уже более такой теплый вариант, это пальто из магазина Манго, вот такого вот серого цвета. Я просто безумно рада, что оно у меня появилось, потому что я уже приобретала в магазине Манго пальто, и это было 7 лет назад, но я вам скажу, что оно до сих пор в идеальном состоянии, просто оно мне уже до такой степени надоело, что носить я его уже не хочу просто. Поэтому решила приобрести что-то вот такого вот, хотела серого оттенка, какого-то такого плотного материала. И, как вы можете видеть, это пальто имеет запах такой, два карманчика с кожаной окантовочкой, и вот такой вот красивый ворот, который можно немножко заворачивать больше, немножко меньше. Сзади оно смотрится тоже достаточно элегантно и красиво. И то, что мне безумно нравится в этом пальто, то, что когда мы развязываем пояс, можно запрятать его в карманчике, либо же вообще снять, и смотрится это как такая красивая накидка, как очень модно сейчас такие накидки без каких-либо поясов, и мне безумно это нравится. Очень классное пальто, безумно качественно сделано, все швы очень хорошо прошиты. Материал у него такой достаточно теплый и плотный. Очень классный состав. Здесь у нас 54% аж шерсти, и, ну, действительно очень классно и качественно сделано. Черная вот такая вот подкладка. И я вот его носила вот буквально вчера. Вчера был очень сильный ветер. Где-то, наверное, плюс 5 было на улице. И, ну, мне не было холодно, не продувало. Единственное, что надо одеть шар для того, чтобы прикрыть хорошо шею. А так, просто шикарное пальто. И присмотритесь, в магазине Манго действительно очень много качественной верхней одежды. Ну, а на сегодня, девчонки, у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, расскажите, если у вас есть какие-то ваши фавориты из одежды, какие магазины, может быть, вы мне посоветуете для покупок одежды. Ну, а я вам, как всегда, желаю море улыбок, хорошего настроения. И всем пока-пока. До новых встреч!